всем привет с вами Дмитрий Гриценко сегодня снова записываю видео с ческома опять попытаюсь решить 5 задач подряд правильно на этом сайте ну и давайте сразу начинать итак первой позиции ход черных вот и здесь у нас нет большого числа материала то есть два лишних качества у белых примерно не считая пешки но с другой стороны у белых слабый король опять же какие ходы напрашиваются в этой позиции ну прежде всего это ферзь h3 и слон е3 почему я говорю напрашивается потому что других ходов здесь особо не видно то есть остальные ходы как-то слишком уж медленные а у нас материала все-таки нет поэтому нужно играть активно ну я думаю проверим в начале шахта ферзь h3 далее белый играет ферзь h2 естественно вот и в этой позиции снова у нас есть только один хороший шаг это ферзь f1 белый играют ферзь g1 то есть в общем то ничью мы конечно делаем но насчет победы тут уверенности нет вот поэтому здесь не все так очевидно в этом варианте можно пробовать начали сыграть слон е3 все таки потому что видимо белые обязаны будут играть фе иначе у нас уже лишний материал и атака продолжается итак слон е3 фе ферзь h3 в этой позиции у белых будет два хода это ферзь h2 и ладья h2 на ладья h2 мы сыграем ферзь f3 и на ладья g2 единственный нормальный ход там можно ну как минимум на g2 взять два раза у белых будет прориганное перчечное окончание то есть у нас соответственно выигранное если же в том варианте то есть еще раз скажу вариант слон е3 фе ферзь h3 ладья h2 ферзь f3 белые сыграют вне не ладья h2 не так ферзь h3 ферзь h2 так то есть слон е3 фе ферзь h3 ферзь h2 то есть белые перекрываются ферзем тогда мы сыграем наверное все равно ферзь f3 и на король g1 будет ход коня штрих с выигрышем ферзя она ладья g2 опять же таки можно два раза взять на g2 и у нас выигранное окончание пешечное то есть по-моему слон е3 нужно именно с этого хода начать ферзь h3 и теперь на любой ход белых мы ферзь f3 играем и я так понимаю что можно просто два раза взять да то есть на ладья g2 наверное самое точное это сразу же взять хотя тут нужно проверять еще этот вариант на самом деле вот даже в конце сейчас покажу этой позиции даже в конце нужно проверять потому что у белых есть потенциально проходная пешка после b5 то есть даже в этой позиции тоже еще не все так просто вот допустим если мы два раза бьем у белых уже угрожает прорыв b5 и затем просто их пешка проходит ферзи а если мы играем c6 то будет c4 все равно идея хода b5 у нас король очень далеко и не в квадрате пешки то есть возможно тогда в этой ситуации нам не нужно менять ферзей а сыграть как-нибудь типа ферзь е3 ну либо как-то еще по другому но эту позицию нужно отдельно оценивать давайте уже не буду этого делать чтобы видео на час не затягивалось сразу попробуем следующий пример решите итак следующая позиция здесь снова ход черных но позиция такая которая мне нравится то есть тут и у черных у белых свои угрозы и у тех у тех очень сильная атака в частности за белых видимо слон b6 ход очень неприятен ну и взятие коня dc тоже конечно сильная угроза поэтому черным нельзя здесь медлить нужно как-то сразу активно играть то есть ну опять же какой ход здесь можно посмотреть это ход слон g3 например идея в том что по идее белые будут запирать то есть играет слон g3 и мы походим в ферзь на g4 то есть слон уходить не может за ферзь g2 мат а с другой стороны защиты слона особо нету то есть на конь е2 мы сыграем ферзь е2 но других ходов просто нет то есть по виду слон g3 конечно хороший ход если после слона g3 он не бьется на нас играет даже не знаю как король g2 там как минимум можно пойти слону в 2 шаг потом на король f2 ферзь f4 но я думаю что в той позиции а вернее ферзь f4 мы не можем сыграть но просто значит слону в 2 шаг я думаю или может быть даже как-то еще сильнее вроде fg4 но там уже нужно будет думать я думаю что слон g3 в любом случае ходить не нужно потому что иначе просто белый нам сами мат поставят то есть тут уже методом исключения больше да ладья опять играют белый вот тут снова нужно подумать чем бить ну по виду конечно взятие конем кажется более сильным потому что после взятия ферзем различные шаги появляются взятия конем особо шагов нету поле d7 ферзь держит я бы конечно конем забрал то есть на взятие пешкой кстати там еще слонов 2 исход и белые ставят мат поэтому нужно бить именно конем да и здесь белый ферзи отдают но на самом деле опять же такие позиция не такая уж и простая и здесь ход король g2 например тоже нужно проверять король h1 там понятно мы сыграем ферзь h3 а вот в этой позиции поскольку действительно есть идея ладья опять у белых может быть мы обязаны сыграть слон f2 король f2 и здесь ферзи f4 конечно нет хода ферзи f4 это ошибка но возможно ферзь h3 может быть такой вариант и здесь тоже по виду черных сильная атака хотя тоже нужно проверять дальше после хода конь d2 что там будет ну опять же возможно это не самый точный расчет но я к тому говорю что конечно же таких позициях белые не обязаны забирать вот и тогда идем дальше теперь черный сыграй ладья d2 и соответственно в этой позиции ход белых ну опять же какие здесь могут быть идеи прежде всего то что напрашивается это опять же таки слабость восьмого ряда то есть допустим если бы не было хода король g7 мы поставили бы мат в один ход поэтому напрашивается какой-то ход вроде ладья g3 ну возможно не самый сильный но с другой стороны крайней мере угрозу создают белая есть конечно ход ладья c3 но ладья c3 ход как раз таки без угроз потому что пользуется 8 черные держат ладья g3 поэтому посильнее выглядит после ладья g3 у черных есть разные ходы допустим если ладья d8 они не хотят играть то можно сыграть например ферзь c5 но кстати ладья d8 плохо то есть если ладья g3 ладья d8 мы можем сыграть ферзь d1 ладья d1 ладья f8 мат то есть поэтому ладья g3 по виду все таки сильное решение другое дело что после ферзь c5 нужно что-нибудь придумать есть такой ход как ферзь h5 опять же идея отвлечения и видимо все таки это выигрывает то есть ладья g3 ферзь c5 ферзь h5 если ферзь c8 все равно ферзь h5 с угрозой мата на h7 ну видимо белые побеждают есть конечно ход h5 или h6 за черных но с другой стороны все равно думаю что это ладья g3 правильное решение да но ладья e2 совсем совсем слабый ход в принципе опять же можно посмотреть эту задачу чуть более подробно то есть еще раз покажу ладья d8 если сыграть то ферзь d1 нельзя бить ферзя из-за мата на f8 если ферзь c5 то еще одно отвлечение ферзь h5 на ферзь h5 опять же таки ладья f8 ну и h6 или h5 был вариант вот возможно даже самый неприятный так сразу не видно как здесь выигрывать ну я по крайней мере не вижу может быть как-то ферзь е3 просто сыграть и создать угрозу взятия на h6 при ходе h5 кстати тоже ферзь е3 был возможен ход может быть действительно так и здесь по виду у черных только одна защита это ферзь g5 но там как минимум можно ферзя забрать и у нас конечно уигранная позиция ну кроме того у черных король остается слабым черный томат получат скоро ну хорошо давайте тогда следующий пример посмотрим так это уже эншпильная позиция и здесь ход белых ну в эншпиле обычно почти всегда одна из главных идей это проведение пешки ферзи особенно когда пешка так далеко продвинута ну здесь пока у черных правда лишняя фигура с другой стороны эта фигура пока никакой роли не играет она стоит слишком плохо то есть если бы слон стоял хотя бы там на поле c6 он помог вернуться на е8 и уже у черных было бы я думаю выиграно здесь сложно сказать что выиграно у черных но с другой стороны нужно придумать что-то за белых то есть ну опять же какие возможны ходы это ладья g8 естественно это ход f7 может быть ладья f8 ну хотя ладья f8 точно нет он сыграет ладья g6 f7 ладья f8 и принципе все ладья g8 если сыграть он заберет ладья g8 допустим дальше f7 ладья f8 тоже это не выглядит слишком убедительно ладья g7 еще есть ход но после ладья g7 и уже ладья g8 мы не успеваем сыграть ладья f1 ну то есть после ладья f1 ладья g7 пойдет и у нас просто опять же таки нет фигуры ну есть еще вариант достаточно такой интересный как ладья h1 может быть он заслуживает внимания ход не знаю с угрозами или нет но по крайней мере после ладья h1 плохо бить и на h1 и на g6 то есть ладья h1 ладья g6 мы сыграем ладья h8 потом f7 и там придется отдавать ладью за эту пешку и на соответствующую ладья h1 если собрать на h1 мы заберем на g8 потом f7 и это еще хуже для черных то есть наверное ладья h1 здесь нужно играть просто методом исключения да король d7 конечно черные играют они тут не бьют и вот этой позиции уже нужно подумать то есть теперь у нас есть ход f7 есть взятие на g8 и на h8 думаю что то из этого должно быть правильным нужно только выбрать что конкретно по виду ход f7 достаточно интересный то есть сразу же пешка надвигается вперед у черных там несколько ходов будет ладья g6 точно плохо из-за ладья h8 ладья f8 будет тогда размен на h8 потом все равно ладья g8 да я думаю что f7 действительно выигрывает то есть как минимум ладью за пешку мы выиграем да и теперь ладья f6 и f8 f8 ферзь белые выигрывают ну и получается последняя задача на сегодня итак черные сыграли король g7 снова позиция эншпильная но здесь возможно разные идеи то есть возможно даже не только мы хотим провести пешку но и может быть даже выиграть материал ну опять же какие возможны здесь ходы это прежде всего ладья f7 шах конечно но там после кроли h8 нужно думать что делать дальше и также допустим есть жертвы ладья е8 то есть ладья е8 и на ладья е8 конь f5 король например g6 ну там эншпиль возникает не самый очевидный тоже не факт что там у белых так все хорошо конь f5 сразу видимо совсем нехороший ход из-за король f8 и мы можем взять конечно на h6 но не знаю как-то это тоже не выглядит прям слишком убедительно то есть максимум пешку выиграли белые все-таки хочется пробовать другом порядке именно начале ладья f7 убрать ладью из-под боя и на король h8 конь f5 с идеей поставить мат на поле f8 у него тогда будет ход ладья шесть вот и далее может быть просто е7 сыграть хотя тоже это как-то выглядит не слишком убедительно да вот тут же возникают проблемы определенные много очень ходов даже первый ход мне не кажется таким уж очевидным как раньше все таки выбираю между ладья f7 ладья е8 и конь f5 может быть интуитивно уже сделаю ход ладья f7 потому что так вот как-то другие ходы меня не впечатляют я уверен что это правильное решение ну мне кажется что это позиция пока самое сложное да я неправильно таки решил ее может быть и вообще не тут делал может быть здесь вообще другая идея а я уже понял чем идея да да тот ход который вообще не рассматривала зря потому что это просто шах и даже не просто шага следующим ходом будет мат ладья g8 король f6 и конь d5 да редко бывает в шпиле но в этой позиции это работает да вот так бывает конечно не увидел мат два года но что ж что же сам виноват принципе такие ходы как шахи особенно без жертв нужно смотреть обязательно в любой позиции особенно где их всего там два или три таких шага ну что ж на сегодня тогда заканчиваю видео всем спасибо за внимание и до скорых встреч в новых роликах